является Российская Федерация. Владимир Вольфович, как вам кажется, официальная Москва, какая у нее позиция на самом деле по отношению к абхазскому конфликту? Какая же позиция, как и Приднестровью, Карабаху, то же самое и Абхазия. Без Москвы никто эти три болевых точки на территории СНГ не решит. Как мы решим в Москве, так и будет. А мы решим так, чтобы Кишинев принимает новую конституцию, по которой Приднестровье будет иметь большие права. Мы заставим, чтобы там был русский язык вторым государственным языком и полная гарантия Приднестровью. Ибо Кишинев без Приднестровья это деревня молдавская, где никакой промышленности нет. То же самое и Грузия. Абхазия никогда обратно к вам не вернется. Никогда. Это будет или самостоятельное государство, или Сухумский район Косадарского края. Мы вам вернем обратно ваших турок-месхитинцев, в Джавахетии будут армяне. Нам спустим чеченцев, которые не захотят жить при Кадырове, в Панкийские ущелья. И Казабани и Магнаули отойдут в Баку. Вот это вы можете получить. Как и Аджария отойдет от вас окончательно. Поэтому давайте лучше не о русской империи говорить, и о русской армии, а о том, сколько осталось существовать независимой Грузии. У вас пока только Тбилиси и Кутаиси. Два города, где есть ваши чиновники. Если завтра мы вырубим рубильник, вы там все замерзнете, и будете сидеть в темноте. Вы бы спасибо сказали, что мы вам продаем электроэнергию наполовину дешевле, чем мировые цены. Поэтому не вам говорить о мощи русского государства. Вы на нашем издевении живете. Пол Грузии находится в Москве. 700 тысяч грузин. Мы завтра их выкинем из России, и они там голову подрывают вам всем в своей гостине. Слышите меня? Вам, грузины, московские, подрывают головы, если вы потом говорите о России. Заверите их себе в вашу Тбилиси. Чего они не хотят сидеть в вашем голодном городе Тбилиси? Давайте послушаем нашего оппонента. Поэтому лучше не говорите таких вещей про Россию. Не вам про нее говорить плохо. Вы гражданин какого государства? Какого вы гражданин государства? Я слушаю, слушаю. Вы сидите у себя в России спокойно. Мы говорим о том, не занимайтесь нашими проблемами. Занимайтесь с Чечнёй. Занимайтесь с Северным Кавказом, который от вас отойдет. Занимайтесь с другими вашими регионами, которые уже не хотят жить в России, в том числе Катарстаном, Мордовии, другими. Занимайтесь ими. Занимайтесь тем, что вы не контролируете свою территорию. Контролируете только территорию от Москвы до Петербурга. Не контролируете уже Дальний Восток. Мы как-то без вас разберемся. В Абхазии вы очень много сделали для того, чтобы продлилась грузинская кровь. Каждый грузин помнит, как вы поощряли абхазских сепаратистов, как после ваших высказываний сюда к нам заходили бацаевы, чеченцы, то есть двадцать северные кавказцы, которые сразу же вернулись в комп, правда, и хорошо насели на российскую армию, и поотрезали голову многих российских солдат, что меня совершенно не радует. Так что говоря о том, что вы Грузия, чем-то перед вами долгуют. Тех грузин, которые выгнали вы из Грузии, они приехали в Россию. К сожалению, они сейчас создают вашу мощь. Они дают пять миллиардов долларов валового национального дохода России год. Это не труд этих людей. Самых работоспособных, самых умных, самых талантливых. Не было бы сейчас полноценного российского бизнеса. Не было бы полноценной российской трудящей рабочей силы. И мы бы хотели вернуть этих людей, но этих людей вы выкинули отсюда вы. Но за все те унижения, которые вы причинили Грузиям, за все те преступления, которые с вашей помощи были совершены в Абхаде, лично вы, и такие как бы вы будете отвечать. Я вам хочу сказать, Владимир Владимирович, за нашу долголетнюю, многократную историю, у нас было тысячи жириновских, тысячи там Тему-Лангов, тысячи джавалединов. И пережили мы у всех. Не развалилась Грузия, ни Мамниули не отошел, ни Аллахатия не отошла, ни Абхадия не отошла. Переживем еще одного джириновского, еще сто жириновских. Но мы сохраним свои территории, я в этом совершенно уверен. Будьте спокойны, сидите спокойно в Москве, тем более, что вас никуда не пускают. Ирак вас не пускает, но в Европу вас не пускают, визы вам не дают. Зачем мы должны вас пускать в Грузию? У вас российский паспорт, сидите с российским паспортом, перемещайтесь между Калугой, Москвой и Петербургом, и будьте счастливы. Мы не занимаемся. Поручий Голицын, зачем вам чужая земля? Помните песню? Пойте почаще эту песню.